Данные. Терминал экстренного реагирования «Эроглонас» сообщит время и место аварии, скорости ускорения автомобиля. Таким образом, страховщики смогут составить европротокол без привлечения ДПС. Для того, чтобы ей можно было пользоваться, систему «Глонас» необходимо обновить, если, конечно, автомобиль не новый. На новых машинах оборудование будет уже прошито как нужно. Правда, актуально все это пока для жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Потребитель сможет, если устройство такое у него есть, он поставил на свой автомобиль, не дожидаясь сотрудника ГИБДД, при наступлении страхового случая, оформив документы по его протоколу, стандартное извещение, не в лимите 50 тысяч рублей, а в лимите 400 тысяч рублей, приехать в страховую компанию и получить страховое возмещение. Цены на бензин укусит, но не сильно. Акции за на топливо в этом году повысятся дважды на 50 копеек за литр 1 января и 1 июля. Еще один показатель года в литрах – продажи алкоголя через интернет. Торговать онлайн разрешили производителям и оптовикам. Интернет-технологии порадуют и тех, кто вовсе не хочет болеть не только после обильного застолья, вступил в силу закона о телемедицине и оказывать помощь, и выписывать рецепты врачи смогут дистанционно. А через портал госуслуги, не выходя из дома у русиан, получится оформить полис ОМС. Единая информационная система в сфере здравоохранения поможет также записаться к врачу, вызвать его на дом и прикрепиться к поликлинике. Алексей Прогин и Ольга Афонина, телекомпания НТВ, Москва. А вот 50 лет назад узнать о подобных нововведениях можно было лишь из одной единственной телевизионной программы. 1 января 1968 года в эфир вышло время. Выпуск был посвящен в основном новогодней тематике, и тогда прошел без ведущих. Но уже спустя несколько недель программу преобразовали, и в ней появились дикторы, которые вмиг стали известны на всю страну. Роман Соболь узнал, как все начиналось. Сотрудники Гостелерадио СССР нам, рядовым гражданам, казались почти небожителями. Термин «звезда» в тогдашнем обиходе еще не укоренился. Они и генеральных секретарей живьем видели, и за границей бывали. Нелегкая журналистская судьба вновь забросила нас в Париж. Впрочем, Владимир Петрович Кондратьев, пришедший на телевидение, страшно сказать. Аж в 1972 году многие мифы развенчивает. Под Новый год, как все советские люди, мы половину людей оставляли на эфире. Кнопкой там нажимать, рычаги двигать. А другая половина шла к восьмому подъезду, становилась в большую очередь. Зимой в снегу привозили какие-то коробки и раздавали всем предновогодние заказы. Колбасу, печень трески, бутылку шампанского и так далее. Время было строгое. За ляп в прямом эфире можно было запросто лишиться работы. Но такова магия этой профессии. Прийти в нее непросто, уйти по доброй воле еще сложнее. Затягивает. Это была любовь с первого взгляда. Я вот увидела, я даже не знаю, что я захотела там работать. И я вела там все, вплоть до хоккея. Потому что мне так вот, как-то я, вот этот драйв ежесекундности, ежеминутности, вот что это сейчас, вот мне так это было по душе. Калерия Кислова, бывший главный режиссер программы «Время», работала с пятью генсеками от Хрущева до Горбачева. Вела трансляцию «Возвращение Гагарина в Москву» и «Олимпиаду-80». Кстати, в те времена в Останкино, абсолютно серьезно, был создан так называемый банк оговорок вождей. Когда очередной престарелый генеральный секретарь ошибался или в торжественной речи половину букв съедал, из архива поднимали искомое слово и делали ювелирный монтаж. Только Кислова могла сказать Ельцину «Не так сидите», в смысле правильного построения телевизионного кадра. А вот с Горбачевым накладочка вышла. Его поначалу снимали сбоку и издалека, чтобы родимое пятно в кадр не попало. Он мне сказал, слушай, Калерия, ты работать не умеешь. Если ты боишься вот показать, значит, то напрасно. Я не стесняюсь учти своего вот пятна, а я им горжусь. Калерии Венедиктовне 91 год, но она работает. В программе «Время» здесь ценят профессионалов. Мы живые люди, мы, конечно, ошибаемся. Эти ошибки тоже случаются, и они видны в эфире. Мы переживаем по этому поводу, но мы делаем выводы из этих ошибок и становимся в результате сильнее, конечно. И зритель, как свидетельствуют телевизионные рейтинги, это видит. Когда я пришел работать в программу «Время», 27 почти лет назад, каждый год я слышал одну и ту же историю. Ребята, зритель программы «Время» – это старый человек, который приучен к ней. Вот сейчас это старое поколение уйдет, придет молодой, и вас никто не будет смотреть. Это происходило каждый год. И все время доля программы «Время», телепросмотра, она одна из самых высоких стран. «Святая святых», «Ньюсрум», «Корреспондентская», почти пустая, все на съемках. Отдельная комната для, как здесь говорят, самых толстых журналистов. Шутка. Конечно, речь не идет о ширине талии. Это спецкоры, прошедшие огонь, воду и медные трубы. И войну, и кремлевский паркет. Дежурные по планете. Случись что, надо ехать хоть за 3-9 земель. Любопытно, что в эпоху тотальной мобильной связи самые ответственные редакционные задания здесь до сих пор выдают по старинке. Наверное, такая традиция. «Звонят по этому черному телефону. Собственно, вся повестка дня тебе и поступает в ухо. Поэтому звук его звонка, к нему есть специфическое отношение у всех в редакции». Следующий год простым точно не будет. Выборы, чемпионат. Обо всем этом расскажут в выпуске новостей разных каналов. И, конечно же, время. Роман Соболь, Алина Сумина, Ольга Беляева, телекомпания НТВ. Под Новый год многие туристы стремятся навестить финского Деда Мороза Йолупуке. Но в Лапландии стоит побывать еще и ради того, чтобы почувствовать себя настоящим гномом. По легенде, эти сказочные существа добывали в горах на севере Финляндии золото и драгоценные камни. Теперь же доходным промыслом может заняться буквально любой желающий. Илья Федосов поделится опытом. «Будет весело», — говорили они. Уже в вездеходе, который по пути на гору преодолевал бурелом, скрытый подснежными заносами, стало понятно, что я рано позавидовал сказочным гномам, и что жизнь искателя минералов не так уж весела и безоблачна. Началось все с золота. Много веков здесь рассказывали легенду о золоте саамов. Которое якобы скрывают здешние скалы. Геологические изыскания подтвердили. И правда скрывают. И при Александре II здесь началась промышленная добыча золотого песка. Настоящая золотая лихорадка. Искатели удачи, узнав, что под горой Танковара нашли золото, приезжали сюда со всей Скандинавии. Работали на износ, ютились в домиках размером с палатку. И вот здесь понимаешь, что настоящий старатель все-таки должен быть оптимистом. Жить в такой вот избушке тяжело работать и думать. Вот еще немножко золота намою и заживу. Разные были люди. Вот некий Хейки Кивикес. Не сумев намыть золото, зарабатывал самогоноварением из доступных материалов. Это фотография его ареста Эвичдок. Та самая бочка. Широко жил старатель Кивикес. Но самое интересное, что золотая лихорадка здесь продолжается. Многие финны в наши дни проводят свой отпуск в здешних местах, намывая золотой песок в местных ручьях. Здесь же открыт музей старательского дела, где даже зимой учат мыть золото из заранее заготовленного в карьере песка. Надо плавными движениями. Вот так, постепенно. Под руководством старшего научного сотрудника Ханны и в результате титанических усилий удается намыть несколько крупинок золота, которые почти незаметны в колбочке с водой. Да, это настоящее лапланское золото. И намытое можно забрать с собой. Но вот гостиницу таким количеством не окупить. Поэтому пришлось заняться добычей аметиста. На вершине одной из гор Пюхел-Осто расположился аметистовый карьер. По правде, вся эта гора является хранилищем аметиста. Но глава компании, которая купила права на разработку, поступил как лапландец. «Если я привезу сюда экскаваторы, от горы останется яма», – сказал он. «Лучше пусть сюда едут люди и наслаждаются процессом поиска красивого камня». И люди едут. Но сначала попадают на инструктаж к каре Суннелла. Смотрите, у настоящего аметиста два главных признака. Первое – он должен быть прозрачным, второе – фиолетовым. А потом в шахту, где выдают небольшой молоточек и ценные указания. Вгрызаться в породу и раскалывать камни не надо. Нужно спокойно и очень терпеливо по камешку разбирать грунт. Увидел фиолетовое – подбери, проверь на свет. Но усталость дает о себе знать. Результат трудов – пригоршни аметистов. Но с собой можно забрать только один. Нелегкая эта работа – быть горным гномом. Пусть даже и по собственному желанию. Илья Федосов, Сергей Воробьев, Сергей Преображенский. НТВ. Лапландия. Таковы главные новости этого праздничного дня. Я, Елена Спиридонова, благодарю вас за внимание. С Новым годом, хорошего настроения и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова